Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Павел, позвольте от клира и прихожан всего святого, ныне Тезаименитого храма в честь Александра Невского, сердечно вас приветствовать с этим днём знаменательным для нашего храма и всех собравшихся ныне в храме. И поблагодарить за то богослужение, которое вы совершили сегодня по случаю престольщины, поблагодарить за Ваш визит, за Ваше благословение и за Ваши святительские молитвы. Вы сегодня совершили апостольское богослужение в этом храме, и, конечно, для нас это большая и сугубая радость. Конечно, мы готовились, волновались, но, как всегда, когда Вы посещаете Владыка, все наши волнения и все наши приготовления завершились радостным вот этим таким моментом, когда мы Вас все приветствуем и желаем покровительства святого благоверного Александра Невского в Вашей жизни. Потому что святой благоверный Александр Невский, конечно, он воин, и чаще всего в нашем сознании, особенно в сознании старшего поколения, он и ассоциируется с воином. Он государственный муж, он, можно сказать, даже образец человека, который имеет светскую власть в своих руках. Но сегодня день его представления, а он представился в иноческом чине с именем Алексий. И, конечно, он является таким образом покровителем и монашествующих, и покровителем нашей церкви сугубо православной, что запечатлено было неоднократно в его жизни и в его житии. Конечно, Владыка, хочется пожелать Вам действительно помощи Божией и заступничества святого благоверного князя Александра Невского. Вы чтите его, как и все мы, собравшиеся ныне, и пусть он ходатайствует перед Богом о Вашем служении, о крепости Вашего служения, о Вашем здравии и благополучии. И пусть Господь слышит его молитвы за всех, за нас, как Он слышал молитвы и об этом храме. Этот храм, мы знаем все, пережил очень и очень многое. Была масса потрясений. Он пережил несколько войн, он пережил несколько бомбежек, он выстоял несмотря ни на что. И многие благодарны Богу и этому храму за то, что через него именно, это в первую очередь граждане города Минска, жители города Минска, те люди, которые здесь в свое время в очень большом количестве приняли святое таинство крещения. И интересно то, что праздник, который мы сегодня совершаем, он совпадает с поправством введения в охрам при Святой Богородице. И вот через крещение многие и Минчане были введены в лоно православной церкви. Поэтому сегодня мы торжествуем и паки-паки, владыка, вас благодарим. Храм потихонечку реставрируется. Мы уже в этом году завершили кровлю, кровельные работы. Следующий этап мы планируем заменить окна. Мы отдали к 120-летию храма, хотим отреставрировать походную церковь, отдали ее реставрацию, ну и так далее. И на молитвенную память о сегодняшнем богослужении, владыка, примите, вам нравится эта техника, когда сестры Елизаветинского монастыря из полудрагоценных камешков делают такие картины с обновленной, кровлей храма Александра Герцкого. Из пола эти десны.